Итак, мы начинаем наш семинар. Тема будет очень интересная, которая волнует многих, я надеюсь. Это генерация странного излучения и связь этого странного излучения с ленопроцессами. Ну, первое, с чего я хотел бы начать свой доклад, это с такого введения необычного, казалось бы, не связанного с темой предстоящего доклада, но, как мы покажем, на самом деле все здесь взаимосвязано. Итак, 1970 год. В этом году было обнаружено большое количество некой неизвестной материи в галактиках. Большое количество неизвестной материи, которая не предсказывалась никакими теориями. Природа этой материи была непонятна тогда. Ну, и надо прямо сказать, что сейчас эта природа этой материи понятнее не стала. Это не какая-то, как вы знаете, альтернативная наука. Это абсолютно общепринятая в современной физике и хорошо проверенная, подтвержденная в многочисленных экспериментах вещь. То есть мы живем в мире, который состоит примерно на 84-85% из какой-то неизвестной материи. Материя, про которую мы практически ничего не знаем. Ну, и если говорить о странном излучении, то второе событие, которое для нас будет важно, произошло спустя примерно 30 лет. Это 2000-й год, когда, собственно, было впервые открыто странное излучение. Странное излучение, как его назвал Уруцкоев, это некоторый новый вид проникающего излучения, который оставляет характерные треки на фотоматериалах вот в виде такого периодического следа. И надо сказать, что Уруцкоев называл странным излучением первоначально только вот такие треки. Во всяком случае, только такие треки были описаны в первой его статье. Треки, оставляющие вот такой характерный периодический след. А позже в многочисленных других экспериментах были получены аналогичные треки, например, в 2007 году. В 2006 году было обнаружено странное излучение при испытаниях электротехнического оборудования в режиме короткого замыкания. В 2006 году обнаружено странное излучение в экспериментах с леющим разрядом пониженного давления. Вот это эксперименты с Аватимовой. И помимо этого, еще в 2000 году был обнаружен эффект накопления источников странного излучения в веществе. То есть было показано, что вещество, которое подвергалось неким экстремальным воздействиям, вот частые электровзрывы, как это было у Уруцкоева, является источником вот этого странного излучения, продолжает им оставаться в течение многих часов. Много говорилось в свое время об оценках энергии этого странного излучения. Та оценка энергии, которая представлена была в работе Уруцкоева в 2000 году, она была основана на предположении об электромагнитном характере взаимодействия. Но существует способ оценить энергию вот этой частицы странного излучения по взаимодействию с рентгенской фотопленкой. Здесь идея этой оценки вот какая. Мы знаем, что характерная длина трека порядка 1 миллиметра, характерная ширина порядка 10 микрон, а размер зерна на пленке порядка 1 микрон. Таким образом, характерное количество почерневших зерен в треке будет порядка 10 в четвертой. Но если исходить из того, что для того, чтобы произошло почернение зерна при проявке, в процессе экспозиции оно должно поглотить кван с энергией порядка 1 электрон-вольта, мы получаем оценку энергии такой частицы не менее 10 в четвертой электрон-вольт. Это, конечно, сильно заниженная оценка, очень сильно заниженная, но, тем не менее, это оценка энергии частиц странного излучения снизу, которая не основана на каких-то специальных предположениях. И эта энергия на самом деле очень велика. Итак, в чем же здесь состоит удивительный факт? Но мы имеем энергию частиц странного излучения порядка 10 четвертой электрон-вольт, тогда как их порождают электрофизические процессы с характерной энергией порядка 1 электрон-вольта на частицу. Ну, это типичная энергия электронов в электроразрядной плазме, атмосферном давлении. А остальные частицы имеют еще меньше энергии. Значит, источник им излучения. Я перечислю эти основные свойства. Несмотря на то, что все вроде бы их знают, но, тем не менее, всегда находятся люди, которые как-то эти свойства видят иначе. И для того, чтобы мы понимали, что, собственно говоря, мы хотим объяснить, видимо, надо их все-таки озвучить. Значит, ну, как мы говорили, источниками этого странного излучения могут быть материалы, которые подвергались воздействию этих процессов. Значит, что парадоксально. Излучение, с одной стороны, обладает высокой проникающей способностью, способностью проходить через твердые материалы. С другой стороны, на поверхности этих же материалов оно оставляет следы. Следы почему-то обнаруживаются только на поверхности, следы являются периодическими. И рисунок следа имеет, в общем случае, индивидуальный характер. То есть не существует двух следов со строго одинаковой структурой. Кроме того, вот этот момент, который обычно упускают из вида, но на который отмечал еще Руцкоев, никогда не наблюдается сопутствующих следов дельты электронов вблизи треков странного излучения. На самом деле это означает только одно, что странное излучение не является релятивистским объектом, потому что в противном случае должны были бы возникать дельты электроны, то есть электроны, которые выбивают этот объект из обычного плотного вещества. Ну и совсем же удивительное свойство, то что основной след странного излучения может сопровождаться сопутствующим следом, параллельным основным. Их характерное расстояние между такими следами может составлять 100-150 микрон, то есть поистине макроскопические размеры. Здесь приведены основные публикации в рецензируемых журналах по странным излучениям. Ну и я вкратце расскажу о модели странного излучения, которая у нас на сегодняшний день построена, потом же перейду к новым результатам. Итак, в основе этой модели, как многие, наверное, знают, уже лежат аномальные... Лежит следующее предположение. То, что аномальные свойства странного излучения можно объяснить, если предположить, что они являются проявлением некой новой материи, которая слабо взаимодействует с обычным веществом. В чем особенность эта материя? Во-первых, она должна быть стабильна, должна находиться в конденсированной фазе, содержаться в большом количестве в плотном атомарном веществе. Эта материя не должна описываться... не описывается стандартной моделью. То есть частицы, из которой она состоит, не являются составными стандартной модели. И такую материю мы будем называть связанной материи, как ранее мы ввели этот термин, или квинтэсценции. Вот квинтэсценция – это новый термин. Вообще само слово квинтэсценция происходит от латинских корней «quintescentia», что означает «пятая сущность». А почему пятая сущность? Что это означает? И почему мы используем этот термин? Дело в том, что этот термин был введен еще Аристотелем. Во времена Аристотеля, еще до Аристотеля, в античной философии, считалось, что все вещества состоят из четырех основных частей – земля, вода, воздух и огонь. Аристотель ввел еще пятый элемент, пятый элемент, который не имеет аналогов в чувственном восприятии. Первые четыре элемента, согласно этой концепции, способны превращаться друг в друга. и согласно современной точке зрения, да, это просто некие агрегатные состояния. То есть земля соответствует твердому телу, вода – жидкости, воздух – газу, огонь – плазмы. А вот пятый элемент стоял особняком. С точки зрения Аристотеля, это всепроникающие, очень легкие и способные сохранять вращательное движение, и вечные, и неизменные. Вот так его характеризовал Аристотель. Возникает вопрос, ну, если это так, можем ли мы какой-то аналог ему приписать в современной физике, в современных представлениях. Мы ему приписываем особую природу, то есть мы его считаем, считаем, что пятый элемент – это некая небарионная темная материя, агрегатное состояние – база конденсата. А это действительно особое агрегатное состояние. Оказывается, что вот именно при таких условиях этот пятый элемент, эллипинтэссенция, способна объяснить наблюдаемые эффекты странного излучения. Интересно вот что, что примерно в то же время, то есть где-то 2,5-3 тысячи лет назад, аналогичные представления возникли и в восточной философии. Представления материи, недоступные чувственному восприятию, которое может находиться в плотном атомарном веществе, появились на территории современной Индии и Китая. Ну, они существуют и по сей день. В Индии в настоящее время представления об этой материи составляют основу йоги, а в Китае эти представления составляют основу системы цигун. И более того, в обоих этих системах они основаны на внутреннем опыте. И в обоих этих системах описаны каналы, меридианы, по которым течет эта материя. В Индии она называется прана, в Китае ци. И на этом основаны не только практики йоги и цигуна, но и вся китайская медицина, которая применяется и по сей день. Но с точки зрения современной физики, с точки зрения современной физики, квинтэссенцию можно отождествить с темной материей, как я говорил, или более точно с макроскопической темной материей. Это означает, что большая часть квинтэссенции в нашей галактике не находится в плотном атомарном веществе, как это имеет место на Земле. Фактически образует некоторая гала вокруг галактики. Уникальным свойством квинтэссенции является то, что он может достаточно интенсивно взаимодействовать с атомарным веществом, как конденсированная среда, но при этом очень слабо взаимодействовать с частицами стандартной модели на уровне отдельных частиц. Что объясняет отсутствие следов квинтэссенции в экспериментах на ускорителях? Но об этом я уже говорил на семинаре Клина Зателепина в прошлом году, и как бы повторять это не буду, кто хочет, тот может найти эти данные. И основные свойства – это квинтэссенция, плотность, ее много меньше плотности воздуха при нормальных условиях. Квинтэссенция может проходить сквозь воздух и плотное атомарное вещество. Мы считаем, что она является базой жидкости при нормальных условиях, и внутри этой базой жидкости могут быть микровключения твердой фазы. И при этом квинтэссенция заполняет все плотное вещество на поверхности Земли, а ее граница совпадает с границей плотной материи. Прежде чем, собственно говоря, перейти к изложению самой модели, маленькое введение в теорию сверхтекучести, в некоторые особенности, которые нам понадобятся в дальнейшем. Ключевая особенность, ключевой факт, на котором построена вся предлагаемая модель, он изображен на этом слайде. В принципе, если вы поймете, хорошо поймете вот эту основную идею, все остальное можно было бы не рассказывать, потому что все остальное следует из этого. Вот на этих рисунках изображено то, как вращается обычная жидкость и как вращается сверхтекущая жидкость. Значит, вот левый рисунок вращения обычной жидкости. Мы ставим сосуд на подставку, приводим его в вращательное движение, а через какое-то время жидкость принимает некоторое стационарное состояние, образуется вот такой прогиб поверхности в форме парабола. Значит, базы жидкости вращаются совершенно иначе. То есть при вращении базы жидкости, точнее говоря, при вращении сверхтекущей компоненты, образуются квантовые вихревые нити. И фактически чем быстрее вращение, чем больше угловая скорость, тем больше концентрация этих квантовых вихревых нитей в жидкости будет. Значит, в чем здесь принципиальное отличие? Если вы перейдете во вращающую систему отчета для классической жидкости, это будет покоящаяся жидкость в этой системе отчета. Если вы перейдете в вращающую систему отчета для квантовой жидкости, это будет не так, потому что внутри вихри будет происходить вращательное движение. И если говорить об устройстве вот этого квантового вихря, то устроено следующим образом. Линейная скорость зависит как единица на r, где r – это расстояние до оси вихря для прямолинейного вихря. Но в центре этого вихря есть некоторая серцеина, так называемый кор, в котором сверхтекучесть разрушается. Вот ее можно оценить, исходя из знания скорости звука в этой сверхтекучей жидкости. Фактически это радиус, на котором скорость достигает скорости звука. Вот при этом считается, что происходит разрушение сверхтекучести. И, значит, что происходит? Что происходит в жидкости, на самом деле? Если мы вернемся к этой картинке, смотрите, максимальная энергия частицы жидкости в классическом случае достигается вблизи стенки вращающегося сосуда. Максимальная энергия жидкости для квантовой жидкости достигается вблизи ядра нити вихревой. И эти две энергии – это энергии, отличающиеся на много порядков, вообще говоря. То есть просто приведя в вращение, в медленное вращение квантовую жидкость, сверхтекучую, мы получим скорости, на самом деле, в этой жидкости близкие к скорости звука. И это совершенно парадоксальный вывод. То есть фактически у нас происходит в сверхтекущей жидкости кумуляция кинетической энергии и отношение кинетических энергий, ну, которое можно так вот назвать условно, мы его назовем коэффициент кумуляции, отношение кинетических энергий в классическом и квантовом случае, оно будет равно квадрату отношению диаметра сосуда к диаметру вихревой нити. Ну, если предположить, что у нас есть вот эта сверхтекучая какая-то среда, которую мы имеем в веществе, то и размеры экспериментальной установки у нас порядка, допустим, 10 миллиметров, так мы меньше берем с запасом, да, размер, это у нас фактически стакан с жидкостью, да, сверхтекущей. И максимальный характер диаметра квантовой нити можно оценить, исходя из ширины наиболее узких треков. Ну, возьмем, допустим, порядка микрона. Тогда коэффициент аккумуляции кинетической энергии в такой системе будет порядка или больше 10 в восьмой. То есть вот 10 в восьмой раз энергия вот этих квантовых частиц, да, она будет больше, чем энергия классических, если мы рассматриваем ее как классическую жидкость. Вот это очень важный на самом деле результат. И он объясняет, откуда берутся большие энергии. Но если говорить вот об этих квантовых и фифривых нитях, то квантовых и фифривых нитей может быть много. Когда существует больше одной квантовой и фифривой нити, они начинают взаимодействовать друг с другом. И взаимодействие происходит за счет эффекта индукции. То есть одна фифривая нить создают в районе другой поток сверхтекучей жидкости. И вторая фифривая нить движется вместе с этим потоком. Если направление вращения, направление циркуляции двух фифривых нитей сонаправлено, то они будут вращаться вокруг общего центра. А если они противонаправлены, то они будут двигаться перпендикулярно плоскости, в которой они лежат. Это обычная гидродинамика. Здесь как бы нет ничего сверхъестественного. Значит, в квантовой гидродинамике работают абсолютно те же самые эффекты, что и в классической. А линейная скорость движения квантовых фифривых нитей в обоих случаях при этом будет обратно пропорциональна расстоянию между ними. То есть близко расположенные фифривые нити будут двигаться соответственно гораздо быстрее. Если у нас есть такой клубок перепутанных квантовых фифривых нитей, то чем выше концентрация этих квантовых фифривых нитей, тем быстрее они будут двигаться друг относительно друга в этом клубке. И можно ввести такой параметр как концентрация такой квантовой турбулентности. Он равен суммарной отношению суммарной длины квантовых в их нити в линице объема к этому объему. А квантовая турбулентность это очень модная современная тема. Существует множество статей по этой тематике она действительно наблюдается в сверхтекучем гелии и существуют экспериментальные методы исследований. И вот на этой картине как раз приведен результат численно моделированного движения квантовых фифривых нитей вот из одной из статей на эту тему. Почему для нас это важно? Само это понятие квантовой турбулентности будет вообще ключевым в моем рассказе. Но помимо движения квантовых нитей в этой квантовой турбулентности эта система квантовых нитей она может еще менять свою топологию. Вот изменение топологии происходит за счет пересоединения квантовых фифривых нитей. Но такой эффект пересоединения он имеет место и в классическом случае. Вот здесь на левом рисунке представлено например образование вихревого кольца за счет пересоединения вихревой нити в классической жидкости. А справа вот этапы образования множества колец при пересоединениях квантовой вихревой нити. Значит аналогия здесь прямая. То есть из квантовой турбулентности могут рождаться вот такие вот вихревые кольца в большом количестве разного размера. Ну и на этом основана как раз та теория о которой я буду говорить. Собственно говоря в нашей модели вот это странное излучение или как мы его называем зета-излучение это как раз вот эти вихревые кольца или вихревые полукольца если мы имеем поверхность этой материи на поверхности это будут полукольца. Но оказывается что эти вихревые кольца они могут покидать эту среду. А покидать они могут за счет за счет вот такого интересного эффекта. Когда вихревое кольцо подходит к поверхности жидкости при определенных условиях оно может деформировать эту поверхность выйти из нее создав каплю и образуется такая капля с мороженым в нее вихревым кольцом. И в таком виде это вихревое кольцо может существовать очень долго в воздушной среде он может перемещаться со скоростью то есть от одного объекта заполненного этой квинтэссенци к другому объекту через воздушную среду. А вот этот эффект кажется совершенно удивительным но на самом деле он известен и в классической физике в обычной воде можно создать такое вихревое кольцо которое выскочит из поверхности здесь представлена это вот выдержка из обзора вот по такой работе здесь приведены результаты численного анализа взаимодействия пары точечных вихрей ну то есть одномерная задача со свободной поверхностью жидкости в поле тяжести вот такое взаимодействие оно характеризуется так называемым числом фруда которое зависит от силы тяжести и размеров от расстояния между этой парой вихрева так вот в зависимости от этого числа фруда при числе фруда много больше единицы вихревая пара движется практически прямолинейно как показаны рисунки а и приближаясь к свободной поверхности жидкости выпрыгивает из нее вместе с образовавшейся каплей аналогичные результаты также были получены экспериментально для случая вихревых колец если за это число фруда будет порядка единицы то при взаимодействии с поверхностью произойдет просто значит вылета не произойдет а произойдет деформация поверхности с образованием поверхностной волны ну и наконец если число фруда много меньше единицы то вот как показан пунктирной линией будет взаимодействие вот этой вихревой пары как взаимодействие вихревой пары с твердой стенкой то есть поверхность практически не деформируется вихревая пара разойдется вот вдоль стенки размажется но на системе уравнений я подробно останавливаться не буду в принципе все что я рассказывал про странное излучение оно доведено до математики значит вот эта система уравнений она описывает квинтесенс в общем случае она основана на двужеткосной гидродинамике ландау подчеркнутые члены они отвечают за взаимодействие этой материи с обычным веществом значит последнее первое семь уравнений это гидродинамика ландау восьмое уравнение это принцип квантования ансагера которым была теория ландау дополнена позже он был независимо открыт ансагером и ричардом фейманом значит но интересующий нас в интересующем нас приближение если атомарное вещество покоится и однородно а также при условии что его температура практически равна константе повсюду да и мало меняется пространство времени и также при условии что плотность нормальной компоненты много меньше чем плотность сверхтекучая мы считаем что условия выполняются вся эта система очень сильно упрощается фактически она сводится к уравнению Эйлера уравнению непрерывности вот ну и вот уравнение отсутствия завихренности и принципа ансагера значит эта система уравнений описывает любую квантовую турбулентность и она описывает распространение вихревых колец и полуколец в квинтэсценции значит но вот в этом виде в этом виде значит в этой системе отсутствует какая-либо диссипация то есть фактически эта система описывает случаи долгоживущих объектов которые не тратят энергию а в том числе не тратят энергию на взаимодействие с обычным веществом таким образом их следов вот пока в данном случае не предполагается и в таком виде это излучение проходит через плотные атомарные вещества для того чтобы началось взаимодействие такое кольцо оно должно зацепить какой-то объект который более сильный чем собственно говоря это кольцо взаимодействует с обычным веществом значит этот объект это как мы считаем это как раз вот те самые твердые включения квинтэссенция которые в которых которые по сути состоят из нормальной компоненты не из сверхтекучей и поэтому с веществом они взаимодействуют гораздо сильнее и общая система уравнений которая описывает треки странного излучения представлена вот на данном слайде первые пять первые четыре уравнения 5-6-8-8-8 это уравнение сверхтекучей компоненты квинтэссенции а уравнение 9-10 это уравнение которое описывает поведение вот этих твердых частиц причем этих частиц может быть много и здесь вот индекс это это номер этой частицы то есть фактически это вот универсальная система уравнений для любого количества частиц и для любого количества там квантовых вихрей которые могут распространяться вот которые могут их захватывать написывать и захват и распространение и форму треков то есть фактически вот то о чем мы говорим это полная теория описывающая треки странного излучения и пока единственная теория доведенная до системы уравнений которые можно обсчитать проверить и сопоставить с реально наблюдаемыми треками странного ЕДЗ излучения вот ну и помимо всего прочего насчет очень важный фактор существует множество качественных качественных подтверждений этой теории вот в частности появление двойных треков когда полукольцо захватывает две таких частицы да и в частности вот одно из таких подтверждений это прочерчивание разнообразных треков в зависимости от формы и размеров частицы которые захватывают это полукольцо мы получим тот или иной трек как вы видите на данных фотографиях вот внешне они похожи но на самом деле все они отличаются друг от друга эти треки ну и те результаты о которых я рассказывал это не новый результат они в принципе есть и в статье которую я всем рассылал а вот сейчас я перехожу уже собственно говоря к новым результатам которые были получены ну относительно недавно во всяком случае они еще не озвучивались нигде значит по-видимому между странным излучением и ленарх реакциями существует некоторая взаимосвязь во всяком случае еще Рускоев обнаружил что всегда всегда трансмутация элементов сопутствует вот это самое странное излучение и еще Рускоев предложил три варианта этой связи то есть как предположил Рускоев ну собственно говоря из элементарной логики следует что либо ленар порождает странное излучение либо странное излучение порождает ленар либо существует какая-то неизвестная причина которая является причиной и ленар реакции и странного излучения чисто логически мог бы быть еще один вариант что это просто случайное совпадение что мы видим одновременно и то и другое во них тех же экспериментах но это настолько невероятно что по-видимому этот вариант рассматривать не стоит а как же эти все три случаи интерпретируются в рамках данной теории возможно ли что ленар порождает зета излучение о котором мы говорим в принципе нет никаких оснований так думать и во всем случае механизм этого был бы совершенно непонятен а возможно ли случай если зета излучение порождает ленар в принципе нет ничего удивительного в этом потому что энергия зета излучения по современным оценкам вот такой частицы такого полка кольца вот или кольца квантового оценивается энергия порядка гэв гэвов и больше таким образом таким образом этой энергии более чем достаточно для того чтобы преодолеть кулоновский барьер и запустить какие-то реакции но есть возражение против этого механизма дело в том что все-таки все-таки этого зета излучения не так много конечно его не так мало как следов которых мы видим потому что большая часть зета частиц следов не оставляет распространяется внутри вещества проходит сквозь него и так далее но все равно их по-видиму не так много вот а другое дело если мы имеем дело с квантовой турбулентностью вот квантовая турбулентность она очевидно может порождать это излучение и из-за высокой концентрации есть все основания думать что она также может быть катализатором ленов тем более что как мы говорили аккумуляция энергии достаточно большая вот и таким образом могут таким образом квантовая турбулентность которая обладает высокой энергией может может создавать вот эти эффекты лендер значит вопрос 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 следующим насколько 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 вообще что нужно для того чтобы эта квантовая турбулентность была эффективным источником зета излучения и лендер то есть в целом конце в целом объединенная схема выглядит следующим образом есть происходят некоторые процессы в плотном веществе об этом мы поговорим позже что это за процессы которые порождают квантовую турбулентность это квантовая турбулентность с одной стороны является источником ленар с другой стороны может порождать за это излучение но за это излучение и квантовая турбулентность это взаимопревращаемые вещи то есть высокая концентрация за это излучение может привести к образованию квантовой турбулентности но вопрос в том а как как при каких условиях это квантовая турбулентность может привести к лена и здесь вот из чисто логических соображений вот важно обратить внимание на два фактора во первых должна быть высокая концентрация этой квантовой турбулентности веществе и во-вторых должна быть высокая частота пересоединения квантовых и хривых нитей на единицу объема в этом случае а в этом случае квантовая турбулентность может передавать энергию какому-то внешнему объекту и потенциально может запускать ленар но кроме того должен быть подходящий состав вещества для того чтобы эта реакция была запущена а ну что можно сказать а в принципе принципе эта схема она не дает нам теории ленар то есть как происходит сама лен реакция под действием квантовой турбулентности мы не знаем но она дает нам нечто не менее полезное она дает нам некоторые условия которые надо создать чтобы запустить ленар процесс и эти условия об этих условиях я как раз буду говорить ниже то есть фактически это некоторые способы генерации квантовой турбулентности и дзета излучения а вот что является причиной квантовой турбулентности дзета излучения и как их создать в веществе вот это в общих чертах сейчас уже понятно всего таких способов основных я перечислю 5 и все они основаны на свойствах сверх текучей жидкости а но прежде чем об этом говорить нужно ну видимо некоторые вводные сделать вот как раз об этих свойствах я построю рассказ свой следующим образом я вот буду рассказывать свойств и потом говорить о том как это свойство помогает помогает нам создать квантовую турбулентность и так а первое свойство а среди множество экзотических свойств сверхтекущего гелия них одном одним из интереснейших является сверхтеплопроводность что такое сверхтеплопроводность дело в том что но с точки зрения теории сверхтекучести жидкость состоит из двух компонент из сверхтекучий и нормальный компонент эти компоненты могут проходить друг сквозь друг они друг друг друга могут превращаться если вы нагреваете жидкостью вас сверхтекучий компонента превращается в нормальный если охлаждаете нормальный компонента превращается в сверхтекучий и у вас возникает встречный ток от нагревателя течет нормальный компонента от холодильника на встречу есть сверхтекущий компонент чем больше даете градиент температуру тем больше скорость этого встречи этих встречных потоков и соответственно благодаря этим потоком у вас и происходит теплообъем это и называется внутренняя конвекция насколько эффективен этот процесс жидком гелия но у жидкого гелия если особо собственная теплопроводность как у любой классической жидкости и внимание это теплопроводность на 6 порядков меньше той теплопроводности которую создает внутренняя конвекция то есть этот механизм чрезвычайно эффективен эти скорости могут быть достаточно большими вот но ограничивает эту скорость тот факт что при определенной критической скорости ламинарное течение переходит в турбулентный режим и в сверхтекущей компоненте возникают вот та самая квантовая турбулентность о которой мы все немного говорили ну вот отсюда и следует первый способ генерации квантовой турбулентности из-за излучения то есть если вы создаете градиент температур в обычном плотном атомарном веществе а это приводит к внутренней конвекции когда она достигает какой-то критического значения она переходит течение переходит в турбулентные режимы и мы получаем ту самую квантовую турбулентность а классический эксперимент вот это эксперимент пархумова как я считаю да это случай когда создается как раз градиент температур но все не так просто а если мы будем говорить об этой критической скорости об этом критическом параметре скорости которую нужно достигнуть то оказывается что она пропорционально не только градиенты температуры но и температуре температуре в третьей степени причем то есть создать градиент температуры в веществе недостаточно нужно создать одновременно и большой градиент температуры и высокую температуру но без градиента температуры это работать не будет никакая внутренняя конвекция не возникнет какой турбулентности сгенерирована не будет случае разогрева рабочего вещества с помощью электрической спирали, этот градиент температуры возникает благодаря тому, что каждый виток спирали разогревается, градиент температуры возникает между, собственно говоря, вот этим разогретым витком спирали, окружающим веществом. Я должен сказать, что есть экспериментальные работы, есть экспериментаторы, которые осознали важность вот этого градиента температуры. Я в качестве примера приведу работу Челани. Прошу обратить на нее внимание. Челани, насколько я знаю, вот первый, кто понял, что надо не просто разогревать спиральку, а надо создавать градиент температуры. И он в его экспериментах применял специальные методы для создания этого градиента температуры. И когда этот градиент температуры создавался, а он там был, видимо, и как бы и без этого, там был градиент температуры, но методы, которые он использовал, усиливали этот градиент температуры. Эффект увеличивался по сообщениям Челани. Вот это первый способ. Второй способ генерации квантовой турбулентности, он на самом деле похож на первый. Но тоже здесь потребуется некоторое введение. Еще одно удивительное свойство сверхтекучего гелия – это так называемый термомеханический эффект или эффект фонтанирования. Он проявляется в том, что в сверхтекучей жидкости возникает разность давлений в случае, если вы ставите разность температур. То есть выглядит это следующим образом. Если у вас существует так называемая сверхщель, то есть в сверхтекучем гелии – это такой порошок, через который проходит сверхтекучая компонента. А нормальная компонента из-за большой силы трения пройти не может. Вот в нашем случае роль сверхщели играет обычное вещество. Обычное вещество легко пропускает сверхтекучую компоненту, квинтэссенция, а нормальная компонента подтормаживается. Она не вытормаживается совсем, но она подтормаживается, во всяком случае обычным веществом. И если вы создадите вот в этой емкости, отделенной от основного объема, вот этой сверхщели, если вы создадите в этой емкости повышенную температуру, то это приведет к образованию нормальной компоненты. Значит, сверхтекучие компоненты будут туда заходить, восстановить баланс. Здесь образуется избыточное давление, будет бить фонтан. И такой фонтан, он может бить на десятки сантиметров. Это экспериментальный факт. Это все получено не только теоретически, это экспериментально все проверено. Значит, аналогичный эффект будет наблюдаться и в нашем случае. То есть фактически он состоит в том, что вы должны просто нагреть поверхность локально, создать большой градиент температуры. И тогда при определенной критической скорости у вас вот это течение также перейдет в турбулентное. Выглядит это следующим образом. Вы, допустим, в какой-то точке создаете горячую точку, создаете сильный разогрев поверхности. У вас начинает бить вот этот фонтан квинтэссенса. В какой-то момент он переходит, при определенных параметрах, он переходит в турбулентный режим. И вы получаете квантовую турбулентность на вашей поверхности. Естественно, ничего этого мы не видим. Вот поскольку эта материя, она невидима, но эффект полученный мы видим. Значит, что здесь интересно. Критерий очень похож на предыдущий. То есть критическая скорость пропорциональна градиенту температуры, умноженную на температуру в третьей степени. То есть помимо градиента температуры тоже надо греть поверхность. Но коэффициент здесь другой. То есть создать на поверхности вот этот эффект гораздо проще, чем создать его в глубине. Но недостаток состоит в том, что в глубине у вас объемный процесс идет, а на поверхности поверхностные, и понятно, что гораздо меньше вещества участвуют в этом процессе. Значит, что основной вывод состоит в том, что неважно, каким образом вы создаете этот градиент температуры на поверхности, вы можете создать следующий разряд, как это было у Саватимова. В таком случае у вас катодные пятна будут причиной создания вот этого градиента температуры. Вы можете сделать электронно-лучевую плавку металла, как в эксперименте с Соленом. В конце концов, можете электрическим током нагреть или лазерным лучом. То есть в любом случае возникнет градиент температуры, и при достижении неких критических параметров у вас должен пойти этот процесс. Если это все верно, а в принципе все концы с концами-то сходятся достаточно хорошо, то все, о чем я говорю сейчас, это просто практические инструкции для создания ленреакторов. Но если говорить о следующем механизме генерации квантовой турбулентности, то он уже основан на несколько другом эффекте принципиально. Значит, опять же, некоторые вводные. Дело в том, что сверхтекущую компоненту привести в движение не так-то просто. Если вы поместите в стакан со сверхтекущей жидкостью какой-то вентилятор или какую-то трубочку, начнете его вращать как-то или двигать, то это не приведет к движению сверхтекущей компоненты. Она будет обтекать просто в лопасти вашего вентилятора, и все. На этом основан классический эксперимент Андроника Швили. Значит, в жидкость сверхтекучей гелий помещалась стопка дисков металлических на нити. А эта стопка дисков могла, ну, как целая, на этой нити могла осуществлять вращательные колебания. Так вот, когда гелий переходил в сверхтекучее состояние, да, причем надо сказать, что эти диски достаточно близко друг к другу расположены, так что нормальная компонент гелия, она увлекалась этой стопкой дисков. А сверхтекучая компонента, вот как я говорил, нет. Таким образом, период колебаний, вращательных колебаний вот этой системы, он зависел от концентрации нормальной компоненты. Если температура понижалась, концентрация нормальной компоненты падала, соответственно, менялся период колебаний. Таким образом, удалось построить, в частности, вот такую зависимость, концентрация нормальной сверхтекучей компоненты от температуры. Значит, чем это интересно для нас? Все это означает вот что. Что если мы берем какое-то твердое тело или жидкость, начинаем вращать, нормальная компонента квинтэссенса, ее там, в общем, достаточно мало, она начинает вращаться вместе с нашим объектом, а вот сверхтекучая компонента квинтэссенса, она не вращается. Возникает вопрос, а насколько это будет продолжаться? Насколько сильно нам нужно закрутить наш объект для того, чтобы эффект перешел в другое качество? Вот, оказывается, существует некоторая критическая скорость относительного движения сверхтекучей компоненты и обычного вещества, при достижении которой начнет возникать квантовая турбулентность. А это значит, что если мы просто берем, допустим, обычную жидкость и создаем в ней некоторое турбулентное течение, то при достижении некоторой критической скорости вот этой турбулентности мы просто обязаны получить и квантовую турбулентность тоже. Причем здесь может рассматриваться не только жидкость плотная, но и газ при высоком давлении. И в частности гидродинамическая кавитация, которая вот в экспериментах Баранова, Корнилова, Шишкина, вот на примеры, и такие примеры можно много приводить еще, значит, вот приводила к ряду аномальных явлений, она могла быть связана именно с этим эффектом. Вот, а по частным сообщениям и в турбулентном течении плотного газа, плотного пара там в частности, вот Шишкин получал тоже. В результате вот такого течения наблюдал треки странного излучения. А в принципе этот метод имеет много преимуществ. В частности, он позволяет длительное время и в большом объеме проводить процесс. Но как бы вот экономическая целесообразность – это вот как бы отдельный вопрос, на который мы, понятно, пока не можем ответить. Но во всяком случае из этой модели понятно, что нужно делать. То есть нужно достигать некую критическую скорость, начиная с которой мы получим вот, собственно, качественно новый эффект. Эффект генерации квантовой турбулентности. Вот. Ну и, наконец, четвертый способ генерации квантовой турбулентности. Здесь я долго мучить вас не буду введениями. На самом деле он очень прост. А как мы говорили, для того, чтобы создать квантовую турбулентность, надо создать большую скорость относительного движения обычной материи, относительно квинтэссенции. А такое явление однозначно должно наблюдаться в любых ударных волнах. А недостаток этого метода генерации квантовой турбулентности состоит в том, что это очень кратковременный процесс. То есть он происходит только в тот момент, когда ударная волна проходит через вещество. Но зато это очень сильный эффект. И именно это, по сути, показал Руцкоев. Потому что в экспериментах скорости трансмутации и скорости генерации вот этого странного излучения, если сопоставить их с этими же процессами в других реакторах, были просто колоссальны. Потому что все процессы там происходили за буквально микросекунды. Аналогичные эффекты должны наблюдаться в опытах по лазерной абляции. Вот пример Шофеев. То, что делает Шофеев. Значит, при бомбардировке частицами мишени это могут быть и микрочастицы, и макроскопические объекты. То есть если это микронные частицы, то это эффект у Шеренка однозначно. Если это крупные объекты, то, например, есть масса сообщений об аномальных эффектах при взаимодействии, например, пули с мишенью. О чем сообщал Баранов в свое время Дмитрий Сергеевич. Ну и пятый способ генерации. На самом деле это способ генерации не квантовой турбулентности, это способ генерации Z-излучений из ранее созданной квантовой турбулентности. И вот здесь нужно будет рассказать еще об одном эффекте. Ну, это эффект пиннинга так называемый. Эффект пиннинга состоит в том, что квантовые вихри при определенных условиях могут зацепляться за неоднородности вещества. Если в обычных условиях, если бы эффекта пиннинга не было, квантовые вихри находились бы в постоянном движении, рано или поздно, значит, это привело бы к потерям энергии, к выходам этих вихрей за пределы объема вещества, и как бы квантовая турбулентность, все это движение так или иначе бы закончилось. Значит, если эти вихри запиннингованы, то есть они сидят на каких-то дефектах вещества, и как бы с этих дефектов не соскакивают, не срываются, то в таком виде эта квантовая турбулентность теоретически может существовать сколько угодно долго. И вот этот эффект пиннинга, он активно изучается, но не столько для сверхтекущей жидкости, где он не имеет каких-то приложений, он изучается для сверхтекущей электронной жидкости. Это известные вихри абрикосово, вихри сверхтекущей электронной жидкости. И очень много работ на эту тему. Здесь вот просто случайный конкретный пример приведен. Эти вихри можно визуализировать, есть способы их визуализации. И вот если взять, допустим, тонкую какую-то сверхпроводящую пленку, здесь не убивая пленка взята. Эти вихри, они видны в виде вот таких вот точек светящихся, показанных. То есть они находятся в каких-то определенных местах, они на центрах пиннинга сидят и не двигаются никуда. Существуют методы их двигать, специально их сместить, сорвать с этих центров пиннинга. Вот в данной работе как раз вот такой метод описывался. Когда мы создаем градиент температуры с помощью лазера, это приводит к движению сверхтекущей компоненты жидкости. Она срывает эти вихри с центров пиннинга и перемещает их в новое положение, где они снова находят новые центры пиннинга. И таким образом перемещают эти квантовые вихри и переместили их в упорядоченную структуру. Вот написали тут АВ, это абрикосовские вихри, это означает. Но это просто конкретный пример, что такое эффект пиннинга, как это все выглядит. Вопрос. А существует ли такой эффект пиннинга, аналог этого эффекта пиннинга для квантовых вихрей в пинтэссенсе? Мы считаем, что есть прямые указания на это. Что же это за указания? Вот смотрите. Хорошо известно, что треки странного излучения, вообще говоря, не прямолинейные. То есть наряду с прямолинейными участками встречаются изломы этих треков и встречаются плавные развороты треков. Ну, если изломы, они могут быть связаны со столкновением, с чем-то. Здесь много вариантов, возможно, различных. То плавный разворот, с точки зрения обычной физики, если у нас идет трек, и мы видим плавный разворот этого трека, это может означать только одно, что действует какое-то поле на эту частицу, на этот объект. То есть частица разворачивается под действием внешнего поля. Но если это квантовое вихревое кольцо или полукольцо, какое же поле может у нее действовать, чтобы развернуть ее траекторию? Ну, ответ, теория дает ответ, этот ответ однозначен и прост. Это должно быть поле скоростей. Это сверхтекучая жидкость. И такое поле скоростей, то есть в этом веществе просто есть некое поле скоростей. Откуда берется это поле скоростей? Оно создается квантовыми хривыми нитями. То есть в веществе, вот в той самой пленочке, на которой это снималось, должны быть изначально, в каком-то количестве вот эти квантовые вихревые нити. И вот эти развороты, они как раз нам показывают, где эти квантовые вихревые нити есть. Но если эти квантовые вихревые нити долгое время в этом веществе находились, значит, они не просто там, просто так они не могли там находиться. Значит, они были прикреплены к центрам пиннинга каким-то. То есть это замороженная квантовая турбулентность, а фоновая. Но если есть фоновая квантовая турбулентность замороженная, значит, мы можем искусственную квантовую турбулентность с нами созданную таким же образом запеннинговать, каким-то образом. И в веществе оно будет достаточно долгое время храниться. Тут мы переходим, как вы понимаете, к тому самому эффекту, когда материалы, которые ранее подвергались воздействию, в которых ранее создавалась вот эта квантовая турбулентность, потом сами, в течение длительного времени, продолжают оставаться источниками этого излучения. А за счет чего это излучение происходит? Вот представьте, что у вас эта квантовая турбулентность запеннингована. Она достаточно высокой концентрации, там взаимодействие, на самом деле, достаточно сильное из-за высокой концентрации между нитиками. В какой-то момент времени у вас случайно или под действием каких-то внешних факторов какая-то квантовая нить срывается с этого центра пиннинга и начинает под действием остальных нитей двигаться. Она начинает двигаться, сталкивается с другими нитями, срывает еще какие-то нити, происходит пересоединение этих нитей, образуются квантовые вихревые кольца, и это все вылетает в виде странного излучения. Потом все снова зацепляется в какие-то центры пиннинга и в течение какого-то времени это продолжает сохраняться. Значит, вот здесь интересно вот что. Что можно предсказать даже, какие воздействия могут приводить к вот такому срыву, срыву вихрей из состояния пиннинга, такой дипиннинг, да, вот этих квантовых вихрей, и каким образом можно, воздействуя на это вещество, получить более интенсивное вот зета-излучение. Вот. Можно нагреть, это стандарт, можно попробовать деформировать акустическое воздействие и, возможно, даже оптическое воздействие. То есть практически любое энергетическое воздействие, но нагрев гарантированно, должен приводить к повышению странного излучения от вот таких вот веществ, которые набрали вот эту вот квантовую турбулентность, в которой она запеннингована в высокой концентрации. Ну и здесь можно привести эксперименты самого Роскоева, конечно, о которых я говорил, эксперименты Чижова. Вот, собственно говоря, вот это все основные методы, их больше гораздо, этих методов, скорее всего, но вот пока мы выделили как бы вот этот основной набор, наверное, потом еще какие-то появятся. Значит, еще раз их перечислим. Нагрев градиент температуры внутриплотного атомарного вещества, нагрев градиент температуры на поверхности плотного атомарного вещества, турбулентное течение жидкости или газа высокой плотности, ударные волны плотном атомарном веществе или газе высокой плотности, ну и вещества, подвергавшиеся хотя бы одному из вышеперечисленных воздействий. Все они являются источниками дзетоизлучения. И обратите внимание, все это очень хорошо ложится на те эксперименты, в которых действительно наблюдается странное излучение. Практически это исчерпывает весь спектр тех экспериментов, в которых странное излучение наблюдалось. Скорее всего, это не случайно. Я во всяком случае не знаю никакой другой теории, которая бы увязала друг с другом все эти факты и показала, почему странное излучение возникает в столь разных, казалось бы, эффектах, начиная от нагрева вещества с помощью спиральки и кончая ударными волнами и созданием турбулентности веществе. Ну и в заключение я хотел бы затронуть еще одну интересную тему. Она не столько практическая, сколько скорее познавательной, я бы сказал так. Это природные источники квантовой турбулентности излучения. И вот что же может в природе создавать те же самые эффекты, которые создаются у нас в лабораториях. Опять же, я не претендую на полноту сейчас, но во всяком случае можно несколько перечислить очередных факторов. Ну, первое, 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 это импактные, так называемые импактные кратеры на поверхности Земли. То есть, это кратеры, которые возникли при падении крупных небесных тел, которые прошли через атмосферу Земли и образовали вот такие воронки, вот это знаменитый кратер в Аризоне, диаметр несколько километров. Вот внутри таких импактных кратеров, особенно если это недавние какие-то кратеры, можно искать следы повышенной квантовой турбулентности, а в момент удара это, конечно, может быть очень сильные эффекты, сильные процессы возникают связанные с квантовой турбулентностью, возможно, даже Ленор. Следы Ленор процессов можно находить. Значит, второй источник тоже очевидный, практически лежащий на поверхности, это лава горячая, контактирующая с холодными породами на поверхности. Но справедливости ради нам сказать, что не любая, скорее всего, лава, здесь нужно искать среди горячих видов лавы, так называемые базальтовые лавы, которые могут иметь температуру от 1100 до 1300 градусов Цельсия. Вот для такого типа лав можно ожидать генерации квантовой турбулентности из-за этого излучения. Значит, очень близкий процесс это лава или магма, которая контактирует в глубине с холодными породами, в том числе это может быть взаимодействие с водой, и при этом могут возникать достаточно большие градиенты температуры. Такие объекты тоже могут быть источниками квантовой турбулентности, из-за излучения. и последнее, надо сказать, что вот все эти процессы, о которых я говорил, в настоящее время на Земле происходят в очень ограниченных зонах, но был период в истории планеты, когда практически вся планета была вот таким источником. Когда планета находилась, планета Земля находилась в состоянии океана магмы, этот период в истории Земли по разным оценкам мог занимать от десятков до сотни миллионов лет, то есть это очень длительный был период, когда Земля только формировалась и находилась под действием бомбардировки астероидами и вот Земля ну и вообще планеты земной группы и другие планеты в других звездных системах вот в такой стадии должны как целая планета должна быть интенсивным источником вот этого излучения. Вот, но все, я на этом закончил вот, собственно, выводы. фактически, если кратко говорить, фактически удается построить связанную непротиворечивую теорию странного или зептоизлучения, удается записать систему уравнений, никто пока этого не сделал, кроме нас, никто не смог объяснить вот всего этого списка свойств никто, даже близко. И как бы, но мало того, вот то, что добавилось сейчас, это то, что те способы создания вот этого излучения, которые предсказывают теорию на самом деле, они все исследуют из теории. Вот все эти способы создания излучения, они тоже считают это совпадением или закономерностью, но тем не менее, они все тоже очень четко совпадают с тем, что сообщается в различных экспериментальных работах. Вот все на этом я закончил, спасибо за внимание, включаю звук, так, секундочку, так, секундочку, секундочку, так, так, я всем разрешил включить звук, можно задавать вопросы, если есть вопросы, задавайте пожалуйста, вот, я вижу Савенков, Геннадий включил микрофон у себя, да, Геннадий, спрашивайте, я вас слушаю внимательно. Андрей Владимирович, спасибо за доклад, интересная работа, вот я хочу понять, вы говорите, что в геле существует две части, сверхтекучая и обычная часть, чем они отличаются, у нас ведь геле течет молекулами. Ну, вы знаете, Геннадий, конечно, здесь нужно изучать этот вопрос, я понимаю, что я вот вам краткий такой обзор дал, но за несколько минут невозможно понять это все, осознать все эти эффекты, они изучались десятилетиями, а эта модель, как это происходит все на самом деле никто не знает, но эта модель, которая была создана Ландау в 1939 году за последующие получается 80 лет уже практически, больше 80 лет она была очень хорошо проверена, то есть мы точно знаем, что гелий ведет себя так, как будто бы он состоит из двух взаимопроницаемых компонентов, что как бы часть атомов гелия вот находятся в состоянии сверхтекучести, в состоянии базе конденсата, а другая часть атомов находится вот, ну, ведет себя практически как классическая жидкость. Базе конденсата это тритысячные градуса Кельвина, так? Почему у нас получается сразу же как только он выходит из состояния сверхкритичности выше этой температуры начинается инфракрасное излучение, любое тело выше температуры нуля излучает. Как соотносится вот ваше излучение с инфракрасным? Ну, это совершенно разные вещи. Инфракрасное как соотносится? Никак не соотносится. Смотрите, инфракрасное излучение это электромагнитное излучение. Значит, вот эта материя, которая... С чем у нас состоит? Да, сейчас я... Вы же вот вводите свою эту турбулентность. Да, Геннадий. Это темная материя, да? Вы же вводите это понятие. Чем отличается от чего состоит тогда инфракрасное излучение? Чем отличается от вашего излучения? Из чего они делают? Из разных кирпичей или что? Да, из разных кирпичей, конечно. Геннадий, смотрите, давайте так, вы краткий вопрос даете, я отвечаю, чтобы у нас не было дискуссий. Да, да, смотрите, конечно, это объекты разной природы. Значит, вот эта материя, квинтэссенция, она электромагнитно не взаимодействует. Она взаимодействует там посредством какого-то там поля, медиаторные поля для темной материи, принято называть там некие медиаторные поля, которые описывают взаимодействие там вот этой материи темной с обычным веществом. Поэтому вот заряженные частицы, они могут создавать инфракрасное излучение. Значит, квинтэссенция, она никакого излучения типа электромагнитного, не электромагнитного, вот, не типа электромагнитного, не создает, скорее всего. Значит, она создает только, ну, вот, грубо говоря, вот то, что вылетает из нее, с ее поверхности, это капли, это частицы этой материи. А вот эти вихри квантовые, да, это, по сути дела, квазичастицы в этой материи, вот, ну, которые описываются обычными гидродинамическими уровнями. Ну, вот вы, если вы говорите о квантовой природе, значит, вашей квантовой жидкости, значит, у вас дискретность это основной, основной принцип, который вы закладываете свою модель, правильно? Ну, понимаете, даже я не сказал, что я закладываю, вот, если вернуться, если вернуться к этой системе уравнений, понимаете, это заложили, можно сказать, авторы, авторы этой модели, да, вот, если вернуться к исходной системе, квантовые свойства здесь заложены только в последнем уравнении, если вы внимательно посмотрите, постоянная планка вот во всей этой огромной системе есть только вот в последнем уравнении, и на самом деле квантовые свойства выражают уравнение 8 и уравнение 7 тоже отчасти, значит, там очень хитрый эффект получается, в принципе, вот, система уравнений с первого по четвертый, это классическая система уравнений, а квантование в ней возникает за счет того, что мы накладываем некоторые условия на классическую систему уравнений, из множества решений как бы отбираем очень небольшое подмножество и как бы вот это небольшое подмножество и есть квантовое, квантовое, вот, наше квантованное решение, то есть квантование состоит, это очень, кстати, похоже на раннюю теорию, это многие отмечают, что эта модель очень похожа на раннюю теорию Бора, как бы из всего множества траекторий вы выбираете только те, которые соответствуют постулатам Бора, вот здесь вот что-то, что-то похожее происходит, то есть вот из всего подмножества возможных там течений вы выбираете, вы как бы отбираете только те, которые соответствуют определенным квантовым условиям, вот так, Хорошо. А вообще, что такое квантовая жидкость простыми словами? Ой, Геннадий, я не смогу ответить на все ваши вопросы. Это, ну, простыми словами, это невозможно объяснить. Это целая лекция. Честное слово, я рад бы был, но давайте дадим... Хорошо, простой понятие. А что ж такое тепло? Вот у вас тепло, там у вас модель, с одной стороны тепло идет сюда, с другой стороны там нахлаждается. Вот сречная модель у вас там сверхтекучей жидкости получается. Тепло-то что такое? Вот в вашей квантовой модели что такое тепло? В жидкой фазе сверхтекучей. Тепло, тепло, это тепло как бы определяется так же, как во всей остальной физике. Вот смотрите, в теории сверхтекучей жидкости, в теории сверхтекучей жидкости, тепло переносится только нормальной компонентой. Сверхтекучая компонента, она тепло не переносит вообще. Вот это вот ключевой момент. Поэтому вот в этом эффекте внутренней диффузии, когда у вас, внутренняя конвекция, когда у вас встречные потоки идут, нормальные сверхтекущие компоненты на встречу друг к другу, у вас тепло переносится только нормальной компонентой. Вот нормальная компонента переносит тепло от нагретого к холодному. Вот так. И за счет этого сверхтекучая компонентность. Ну вот сверхтекучесть или сверхтеплопроводность получается от того, что ваши частицы теряют, ну то есть они не взаимодействуют с внешней средой. То есть нет сил, которые препятствуют движению вашей жидкости. То есть у вас требологических эффектов вообще нет. За счет чего? Вот сверхтекучесть, она получается, когда ничто не мешает, нет внешних сил, которые мешают движению. За счет чего она получается? Ну вот квантовые все вот эти объяснения, ну вот это Ландао объяснение по поводу вот этих двух составляющих. С 1939 года 80 лет прошло. Что сейчас вообще? Как сейчас это выглядит? Или за 80 лет ничего нового не придумали? Объяснение сверхтекучести. Нет, ничего нового. Принципиально ничего нового не придумали. Нет, ничего нового. А вот у вас же есть красная цвета, эфир. Есть эфир? Есть. Значит, какое-то взаимодействие барионной материи и темной материи эфира имеет какой-то механизм. Вот этот механизм взаимодействия, это и есть. Либо есть сверхтекучесть, либо нет сверхтекучесть. Почему об этом никто не задумывается? Почему все пытаются объяснить моделями 80-летней давности? Теория БКШ вот эта. Нет, нет. Это вы легко получили. Смотрите. Андрей, ну тут уже дискуссия получилась. Да, дискуссия получилась. Спасибо. Больше вопросов нет. Да, да. Так, хорошо. А Александр Георгиевич, ваш вопрос. А вот, ну, что сказать. Очень интересный доклад. Но очень много было всего интересного, но как-то очень мало было про ядерные трансмутации. Вот об этом хотелось бы услышать побольше. Ну, про трансмутацию вот единственное, что могу сказать. Моделей пока нет. Значит, что есть? Что есть? Есть, есть некоторое соображение вот какого плана. Значит, явно, что здесь вот энергия вот этих вот объектов, частиц зета-излучения и энергия движения вот этих квантовых вихревых нитей, этой энергии вот больше, чем достаточно для того, чтобы преодолеть любые барьеры. И вот это важный момент, что любые барьеры кулоновские, то есть эти механизмы потенциально способны запустить любые ленреакции. Вот, но явно, если как бы вот мы правы вот в этом механизме, да, то явно этот процесс идет, значит, каким-то нетипичным образом. Потому что если бы это было взаимодействие обычной частицы, высокоэнергетичной с веществом, да, то как бы понятно, что процессы вот шли бы так, как мы видим, были бы радиоактивные элементы, была бы радиация, значит, но ничего этого нет. Это говорит о том, что процесс, в общем-то, не классический. И этот процесс, он, в общем-то, аналогов не имеет. Я не знаю аналогов таких процессов, когда макроскопическая квантовая частица, по сути, это квантовый ансамбль какой-то, да, взаимосвязанный. Что такое вот это кольцо квантовое, да, это... Почему оно такой энергией большой обладает? Потому что это энергия движения большого количества частиц, да, но как целое, она ведет себя как квазичастица, взаимодействует как целое. То есть это не просто квантовый объект, это макроскопический квантовый объект. Почему? Почему? И вот как это происходит взаимодействие? Фактически теория взаимодействия таких объектов с обычным веществом, с обычными квантовыми частицами, она не разработана. Мы не знаем, как это происходит. Пока я как бы гадать на эту тему не хочу. Вот. И... Ну, мы этого не знаем. Я думаю, что очень долго этого построено не будет. Но тот факт, что у нас там есть высокоэнергетичные объекты, уже делает наличие ядерных реакций неудивительным. Ведь, ну, представьте, что у нас вот есть в веществе, представьте, что вещество у нас нагрето до каких-нибудь сотен миллионов градусов. Никто же не удивился бы, что там вот происходят какие-то ядерные реакции. Вот. Здесь фактически энергия этих частиц соответствует колоссальной температуре, да? То есть, поэтому... Но неудивительно, что вообще такие реакции идут. Но идут они вот действительно вот по какому-то для нас пока непонятному каналу. У меня есть своя идея, есть соображение, что это может быть за канал. Но это просто была бы еще одна гипотеза просто к тому длинному списку гипотез, которые я сегодня озвучил. Поэтому лучше я пока вот и не буду об этом говорить. Ну, молодец. Спасибо. Ну, хорошо, да. Боб... Боб, hello, Боб. Can you speak slowly? So, in this presentation, I was building on the plasmoids of Bostic, the Lugamer filament work from 1996, and the Dijkhaus explanation for the surface structure of ball lightning, where he says you get these vortex filaments twisted together. Okay? So, this is from 1999. And we have this experiment, which is brass sheets on brass sheets, and it produces what I can only conclude is superfluid electrons in between the brass sheets. And this is an expanded view of that. I don't know if you can see my picture, but this is one of the channels, and it has these kind of superfluid damage to the edge of the coherent electrons. Building on this, we built a simple experiment to create resin features. So, having a curved structure with a flat structure produces all kinds of resonant possibilities. And we added on zinc. So, this is zinc, and this is copper. So, copper oxide is photoelectric, and it can also have superconducting states. And the zinc oxide, so formed, is piezoelectric and pyroelectric. So, these were all used to try and increase the phenomenon. And so, we did this in a low-pressure chamber with residual air and hydrogen, and it produced ball lightning. And in cases, the ball lightning cut sections out of the pipe. And you can see this 15-millimeter ball lightning section cut out of the pipe. And we looked at that under the microscope. So, okay, so this is the section under the SEM. And as I go through, we come to the cut area here. So, this is the cut of the ball lightning. And on the, you can see here from this part of the SEM color image. And if we go into that cut, we see these scalloped sections. And you can see it's a regular array. Now, this is copper. And outside of the ball lightning, it is not melted at all. And inside, it's melted in this array. And if you go in, it has these filamentary holes churned out in different, all kinds of different aspects. Like, it was, it was like a wall on the outside of the ball lightning. And the material is instantaneously removed. Now, I believe that the, this is a coherent state or rather a mesh of coherent material. And what happens is that sometimes this breaks down and it shoots out a coherent matter traveling wave, which is the strange radiation, which can take a range of forms. You can see here that the scale at the bottom is one micron. So, this is about three micron across. And it's completely churning the material in these tubes, but it's not affecting the copper at all in between. It's like zero effect right next to something in different angles. So, if we take, so that's on the nature of the structure of the ball lightning. In the nature of the strange radiation, you had this argument, is it lenna that is causing the strange radiation or strange radiation that's causing the lenna or something else that's causing both? I would argue that coherent matter, and in this experiment, we have two brass plates. This is the cathode. The coherent matter of fluidized electrons is formed in between the gap due to the cavities, and then periodically explodes. And here is the coherent matter traveling wave coming out. And this is three frames. And so, here is a close-up of it, but here is the actual three frames that we've caught on the camera of the traveling wave. And this is on a 2006 presentation by Ken Shoulders. He didn't make any observation of the coherent matter traveling wave cutting through this aluminium, but I believe that this is the same type as we observed here. And we have observed, so this is a straight wave orbiting around its own axis. This is three. So, this is three structures orbiting around their own axis. And you can see the beam coming out. And again, there is a destabilization of the coherent matter, and it's shooting out the beam. And this, I believe, is the same form as was observed coming from some stable coherent matter in Baranoff's work. Okay. And then we have other examples like these. We've got this from two camera angles. And you can see I've just taken the same structure and just scaled it. So, I've basically changed its velocity. And it's in line with the strange radiation tracks presented in the EADS colloquium that were produced by Claude Divyao and presented by Jean-Francoise Genest. Here is a range of strange radiation tracks caught over a number of frames. You can see that this one here is exactly equivalent to those recorded by Bostick in the 1950s. There are other ones which are really quite striking, like this one, where I believe you have a positive body rotating around a negative body on its own directional axis. And so, the most striking thing about this particular frame is, and I've done this in another presentation, is that they interact with each other. So, there are three strange radiation tracks here coming, or three of these coherent matter traveling waves. And they interact before and in front of. So, if your Taurus is coming here, there is something coming out in front of it. And the next one, it comes in, it doesn't interact with anything else. It doesn't care about the magnetic or electric field. But it orbits around the one here. So, this one here is coming up here. This one's coming up here. This orbits around it. And then this one comes up here. It's at this point, this one has already orbited around it in its forward direction. Then this one comes up, is influenced by this one, comes back in a hairpin, and then this is bent the other way. So, there's some sort of torsional moment going around that affects a field of influence. And then again, it comes up here. And at this point, this one orbits around there, and then comes back around on the other side. So, we have these on video in very high definition and high frame rate. And I believe we've replicated or observed in this simple experiment, most of the forms of this breakdown of the coherent matter. And I believe that what you're saying about it being turbulence in the ether, I think that's safe to say it is. I think the structures themselves, as they're traveling through a matter or free air, are able to influence each other's. And if you get them locked into a body, like you were arguing, like there's one stuck in the body, then other ones coming through it will orbit around it, as you're saying, with the curved structures. So, that's kind of what I wanted to say in support of what you've presented today, which I think was a very fine piece of work. Bob, Bob, thank you very much, Bob. It's a discussion. I wanted to say, well, I don't know what stage you were at. So, I was just saying, several things that you were speculating, we've already observed. Bob, well, I'm going to say, Bob, I'm going to say, Bob, I'm going to say, Bob, I'm going to say, what are these experiments that are for experiment? I would have thought of all the time, that there are some kind of обычные частицы, вращающиеся, может быть, там, горячие вращающиеся частицы. Они действительно должны выглядеть как трек странного излучения. Но это может быть объект другой природы. Do you understand? And, Bob, I was speaking to you, you have to look very carefully at what these experiments, I would guess, after all, there's some extraordinary particles flying around there, rotating. Maybe they're hot, rotating particles. They really should look like... Yes. Yeah. Yes. Thank you, Bob. Еще вопросы у кого-то есть? А, нет вопросов. А, ну, можно тогда выступление, если у кого-то есть желание выступить. О. Конечно, я один, да? Да, Александр Георгиевич, да, вам слава. Ну, очень интересный доклад. Я с удовольствием выслушал. Очень много интересного по обозрительной университете, сверхпроводимости. Вот, ну, это все начинается... Да, вот. Ну, что касается самой финной налогии, на которую опирался Андрей, ну, вот эти вот треки. Это явление очень многогранное. Оно даже более многогранное, чем вот было сказано. Например, кроме периодических треков, есть гладкие треки. Причем эти треки не обязательно идут парочками. Они будут, так сказать, множество, давать множество параллельных таких траекторий. Еще вот одно важное свойство, которое вообще надо объяснить. Это непостоянство эффекта. Очень большая вариабельность, интенсивность получения, возникновения вот этих самых треков. Бывает, что очень долго их нет, а потом их сразу много становится. И непостоянство не только во времени, но и в пространстве. В одном месте хорошо треки образуются, а в другом месте, если такую же точную установку запустить в другом месте, там просто треков вообще не видно. Ну, это вот мы с Жигалом очень даже отчетливо наблюдали. Ну, что касается темной материи. Ну, на самом деле, ну, я этим тоже, как ты знаешь, я этим много занимался в свое время. Вот. На самом деле, это наличие огромных масс скрытой такой темной материи было обнаружено в 1333 году Фрисом Сливки, американским астрономом. И, но очень долго этому открытию не придавали значения, поскольку просто не могли себе представить, что это за вещество, которое обладает гравитацией, но совершенно невозможно его никакими способами другими обнаружить. Ну, и вот уже 70-е годы, когда очень много появилось экспериментальных данных, зародился к этому явлению интерес. И особенно вот после того, как в Институте экспериментальной теоретической физики обнаружили, что нейтрино имеет массу, там, порядка 30 селекционных вольт, хотя это потом не подтвердилось, но это вызвало огромный интерес к темной материи, поскольку предположили тогда, что темная материя это вот эти самые нейтрино. Ну, потом, сейчас уже, конечно, сейчас считается, поскольку масса нейтрино, порог, верхний порог для массы все более и более снижается, сейчас уже считается, что в темной материи эта нейтрино представлена на уровне, там, скажем, не более нескольких процентов, а остальное, там, другие частицы, совершенно придумывают всякие экзотические частицы, Ну, вот, значит, Андрей вот такое вещество придумал. Ну, как сказать. Вообще, надо сказать, что темная материя это для, с некоторой точки зрения, очень такой благодарный объект. Объект, поскольку его свойства очень непонятные, можно наделить этот объект какими-то свойствами, вот такими, они, конечно, я не говорю, что эти свойства будут противоречить физике, но наделяем этот объект некоторыми свойствами, и можно подобрать набор этих свойств таким образом, что будет объяснять некоторые явления природные, которые до этого не объяснялись. Ну, что же, тоже хороший путь, это особенно хорошо, это хорошее упражнение для ума. Ну, вообще-то, вот эта вот теория, она выглядит как нарушение принципа Ахама. Все-таки много, много сущностей вводится, новые сущности, которые вообще выглядят с такими вот несколько надугами. А с другой стороны, с другой стороны еще вот что надо сказать, что все-таки неправильно было так вот сказано, что нет никаких других объяснений, только вот Андрей наконец нашел объяснение всему этому. Ну, так сказать, не всему нашел объяснение. Ну, вот я через неделю выступаю на семинаре, на вебинаре Зателепина, и там вложу о таких соображениях, идеях относительно треков странного излучения, которые совершенно не требуют введения новых сущностей, но объясняют очень многие из обнаруженных свойств вот этих вот треков странного излучения. Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо, Александр. Георгиевич, кто-то еще хочет выступить? Так, есть желающие? Боб? You... Very quickly, I read from your translation of what you said, that you thought it could just be hot particles. My argument is based on the Lockheed Martin 2013 patent, which states very clearly you can make coherent matter at any temperature. You just need to get the same matter in the same phase, and they specifically give the example of electrons. Bob, can you write some ideas and send to me? Yes, thank you. you can do it. You can do it. слово взять а большое спасибо всем слушателям александр еще отдельное спасибо за выступление что хочу сказать действительно то что я рассказываю но да ну во первых аксан георгище отвечу а действительно есть разные концепции вот странного излучения разные взгляды вообще на природу странного излучения я на самом деле придерживаюсь изначального взгляда русского а леонид рыбекович уруцкоев считал и считает насколько я понимаю сейчас что все-таки странное излучение это новый вид какой-то новый вид проникающего излучения вообще они стали стали искать следы как вот нового излучения когда увидели трансмутацию то есть поскольку известно что ядерное преобразование как правило сопряжены с какими-то излучением высокоэнергетичными вот именно тогда я просто историю напоминаю да как все было именно тогда они стали искать вот эти высокоэнергетичные излучения следы этих лучей и вот наткнулись но тут странное излучение возможно могут быть другие интерпретации но я попытался вязать в этой модели очень большое количество разнообразных фактов и на мой взгляд мне это пока удается да возможно есть другие подходы я ничего не хочу сказать по поводу по поводу других подходов но вот подход вот доведенный до уравнений до системы уравнений с которой можно было вывести собственно с структуру самого следа пока я не видел ни у кого уравнение вот с точки зрения современной физики позитивистской как только мы получили уравнение обо всем остальном уже можно забыть сразу как говорил ричард фейман наша задача там угадать уравнение и если вы правильно угадали уравнение значит вы как бы эту задачу решили а как вы это угадали тоже неважно а если следовать этому подходу то в принципе принципе вот эти уравнение то есть как бы вот та цель теории даже если за этими уравнениями будет стоять какая-то другая физика а уравнение от этого несколько не проиграют поэтому подождем когда представители других подходов получат свои системы уравнений тогда мы сможем сравнить наше уравнение и их и сопоставить и другие уравнение с как бы тем что мы наблюдаем в эксперименте и тогда возможно мы поймем вот и уравнение более правильно ну на этом я хотел бы закончить всем большое спасибо участникам будет запись обязательно зашли всем участникам семинара и сделаю рассылку всем кто не смог по тем или иным причинам участвовать всем большое спасибо когда очередной семинар вас намечается с какой периодичность 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 пока не определена по мере по мере подготовки материала он будет какой-то материал будет что рассказать я выступлю если кто-то что-то пришлет от себя мы открыты открытая площадка будем рады заслушайте себя и экспериментальные доклады и теоретические вот но я еще раз подчеркнул что мы остаемся в рамках на традиционной науки то есть мы придерживаемся научной методологии воспроизводимости результатов и преемственности в теоретическом плане традиционной или ортодоксальной нет я бы не назвал это словом ортодоксальная я назвал это вот словом традиционной все-таки это научные принципы которые были выработаны вот в последние 300 лет в науке а это не предполагает что мы значит вот обязательно рассматриваем существующие как бы законы как один раз и навсегда установлен нет конечно а но если вы придумаете новую концепцию новую теорию вы должны показать как она соотносится с ранее полученными экспериментальными результатами и совсем тем массивом данных которые накупленная в современной физике концепция может устарела там за сто лет что концепции могут устаревать но эксперименты вряд ли все на этом всем спасибо относительно периодичности но сначала вот когда мы планировали вебинар предполагалось что он будет еженедельным в начале он был действительно еженедельным но потом значит оказалось что во первых очень трудно за телепину вообще вот так часто делать эти вебинары во вторых достойного на наш взгляд материала оказалось не так много поэтому мы решили на на вебинары двухнедневные периодически а вот если будет вот параллельный семинар который будет вот в эти промежутки становиться то по моему это хорошо если вы будете находить достойные темы для выступления ну что же будет у нас фактически вебинар еженедельные они двух недель не так я думаю спасибо оксан георгиевич посмотрим вот пока мы все-таки не планируем постоянный такой периодический семинар делать но вот время от времени будем выходить в эфир и если будут какие-то предложения ко всем обращаюсь присылать а тематика популяризируемая которая предусматривается вы можете как-то расписать какие области 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 я уже говорил что это леннер странное излучение и шаровая молния это прежде всего возможно тематика будет как-то расширена со временем но пока мы все-таки рассчитываем придерживаться вот этой тематики как бы традиционные изначально для этого семинара для семинара климата телепина в частности вот да стараемся поучаствовать да спасибо всем всего всего доброго до новых встреч до свидания